Северный завоз По данным муниципального предприятия Заполярного района Северный завоз идет по графику. На сегодняшний день всеми видами топливно-энергетических ресурсов в полном объеме обеспечены Харутаха, Ривер, Нись и Коткино, а также деревня Воланга. Ранее Ненецкая нефтяная компания доставила годовой объем нефтепродуктов в поселения, расположенные на малых реках, доступных для судоходства только в начале лета. В настоящее время идет подвоз дизельного топлива в Нельминос, Анди, Кчижу и Несь, по реке и морю. Уголь у нас в полном объеме. Диз топлива тоже привезли. Угля 2,5 тонны. Дров 1085. Диз топлива должно было в июле привезти, но привезли его уже раньше. Я так думаю, что до 1 июля уже все завезут. Твердое топливо сегодня доставляется в Оксино. В ближайшее время ожидается поставка в Шойну, Чижу и Ваучейский. В Нижней Пёше выгрузка партии угля завершена. Осталось сделать несколько рейсов по Печоре и морю. В 2016 году Севержилкомсервис также организует поставку угля и для 70 котельных, которые этапливают расположенные на селе учреждения образования, культуры и здравоохранения. Доставка топливно-энергетических ресурсов, как и в прошлом году, идёт из городов Архангельск и Печора. Для развоза нефтепродуктов по морю задействованы танкер «Нептун» и теплоход «Беломорский». По реке доставка осуществляется теплоходом «Вишера» и плавкранами. Согласно графику, кампания по обеспечению населённых пунктов топливом должна завершиться до начала октября. Судебные приставы начинают накладывать арест на имущество по КТС. За долги под арест попали три модульные котельные Нарьинмарского муниципального унитарного предприятия. Общая стоимость арестованного имущества – 19 миллионов рублей. Ранее судебными приставами на основании решения арбитражного суда было возбуждено исполнительное производство в отношении по КТС о взыскании задолженности в размере порядка 100 миллионов рублей в пользу Печорнефтегазпрома. В ходе работы по исполнительному производству судебные приставы исполнитель неоднократно предупреждал должника о том, что к нему применят меры принудительного исполнения. Приставы предупредили руководство по КТС о том, что если должник не погасит свои долги в ближайшее время, арестованное имущество будет выставлено на публичные торги, а средства от их продажи направят в счет погашения задолженности. Добыча нефти в регионе с начала года увеличилась на 11%. По информации Департамента природных ресурсов экологии и АПК Ниньского округа, за первые пять месяцев 2016 года добыча нефти в регионе составила более 6,5 миллионов тонн. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 658 тысяч тонн. Как отметили специалисты отдела недропользования, увеличение добычи нефти по региону обусловлено прежде всего наращиванием добычи на месторождениях имени Трепса и Титова компании «Башнефтьполюс», на Лабаганском месторождении нефтяной компании «Роснефть», висовом месторождении «Эскарусь» «Вьетпетра», Харьягинском, Ожском и месторождении имени Россихина «Лукоэлкоми». Также увеличены объемы добычи на объектах Харьягинского месторождения, разрабатываемых «Тоталь разведка-разработка России» на условиях раздела продукции. Кроме того, растет добыча на шельфе Печорского моря на приразломном месторождении «Газпромнефтьшельф». За пять месяцев 2016 года добыто почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Накупленная добыча по проекту достигла почти 2 миллионов тонн. Всего в 2016 году нефтяные компании планируют добыть 16 миллионов 352 тысячи тонн нефти. За первые пять месяцев план добычи выполнен более чем на 40%. Готовность бюджетных организаций к новому учебному году, а также организацию работы детских дошкольных учреждений в сельских населенных пунктах обсудили на заседании Постоянной комиссии по социальной политике. Из 148 образовательных организаций на данный момент акт технического обследования имеют всего 60 объектов образования. На сегодняшний день из всех обследованных объектов 18 находятся в недопустимом состоянии, что подразумевает возможность проведения капитального ремонта. Четыре объекта находятся в аварийном состоянии и три объекта, в которых был сделан капитальный ремонт. Это школа и детский сад в поселке Бугрино и в средней школе села Несь. Только предстоит провести капитальный ремонт в образовательных учреждениях Коткино и Красном. На сегодняшний день детский сад Красная основная школа Коткино, в которой нужно закончить капитальный ремонт первого этажа Коткино, второй этаж он сделан, и покрыть сверху, утеплить сами фасады. Между тем в ряде образовательных организаций существуют проблемы, которые требуют комплексного решения. Так, в школе поселков Нельминос и Оксино необходимо обеспечить непрерывную подачу холодной и горячей воды, оборудовать внутреннюю сеть канализаций с устройством выгребных ям и локальных очистных сооружений. Также в целях оптимизации государственных бюджетных средств было принято решение о ликвидации начальной школы детский сад деревни Волоковая. Необходимость ликвидации учреждения возникла в связи с полным отсутствием воспитанников и учащихся, постоянно проживающих на территории поселка. Там на сегодняшний день в течение текущего учебного года в детском саду он не обучался, он получал стоки дошкольного образования. Один воспитанник, который являлся внуком непосредственно работника образовательной организации, в то время как родители в постоянном месте жительства находятся в городе Архангельск. Отрицательных социально-экономических последствий от ликвидации учреждений не предвидится. Работники образовательной организации являются получателями страховой пенсии по старости или инвалидности. Работников учреждения сократят с предоставлением всех гарантий и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в сфере труда. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Столица Тиманского региона разменяла девятый десяток. Поселок Индика отметил 90 лет со дня основания. На торжество приехали гости из Наринмара. На форум всей семьей ненецкая молодежь прибыла на Ладогу. В составе делегации молодая семья с детьми. Отделения землячества Ненецкого округа открылись еще в пяти российских городах в Великом Новгороде, Твери, Ярославле, Ульяновске и Костроме. В состав некоммерческой организации вошли более 120 человек, чья судьба связана с Ненецким округом. В землячестве и его филиалах в российских городах рады оказать помощь студентам, солдатам срочной службы и всем уроженцам Ненецкого округа. В мае землячество Ненецкого округа в Москве исполнится год. Его возглавляет Вячеслав Паучейский, бывший председатель собрания депутатов округа и народный депутат РСФСР, родившийся в Канинской тундре. Он стоял у истоков создания общественной организации, объединяющей выходцев из Ненецкого округа. В настоящее время ненецкое землячество тесно сотрудничает с аналогичными объединениями выходцев из Ненецкого округа в Архангельске и Санкт-Петербурге. Свою первую годовщину со дня образования землячества отметила форумом «Мы вместе», который состоялся в Московском Доме национальностей. Почетными гостями в числе других приглашенных стали уроженцы округа художница-писательница, автор логотипа землячества Нина Валейская, выпускница Нарьинмарской школы искусств, студентка музыкальной академии имени Гнесиных Наталья Банина. Мероприятие было проведено в том числе на средства окружного гранта, выигранного в результате конкурсной некоммерческой организации. Конкурс традиционно проводит департамент региональной политики Ненецкого автономного округа. Существенную помощь в организации встреч и мероприятий Ненецкого землячества в рамках форума оказали администрации Ненецкого автономного округа компания «Русвет Петра», «Нобель Оил» и «РН Северная нефть». От поселения Мизенских поморов до административного центра Тиманской тундры поселок Индиго отметил 90 лет со дня основания. По этому поводу в поселке прошел большой праздник, на который приехали и гости Нарьинмара. О том, как прошел юбилей, расскажет Елена Семеновичева. Дорогих гостей встречаем! С крупным, пышным короваем, с короваем соль по отбросам и с поклоном отменить в гости. Как и положено, встречали гостей хлебом да солью. На весь округ прославили синдикчане своим гостеприимством, отзывчивостью и трудолюбием. Поздравить жителей села и вручить благодарственные письма приехали гости из собрания депутатов округа, администрации округа и Заполярного района. Каналитически на краю земли, нашей огромной великой Родины, мы сегодня славим людей, которые создают мощь и силу нашей страны, которые известны своей работоспособностью и отзывчивостью, своим искренним отношением друг к другу, своим патриотизмом. Выпускники поселка Индиго славятся на весь округ. Известный врач Ненинского округа Андрей Апицын, глава администрации Олег Давыдов, уполномоченный по правам человека Александр Белугин. Всегда приятно возвращаться в родные края, видеть знакомые лица. И где бы это ни было, на дороге, либо в городе, либо на селеном пункте, всегда есть о чем поговорить. В свою очередь, разрешите мне от имени трех уполномоченных, от уполномоченного по правам человека, от меня лично, от уполномоченного по правам ребенка в Ненинском автономном округе от Римы Федоровны Галушиной, от уполномоченного по правам, по защите прав предпринимателей Валерия Юрьевича Чупрова поздравить всех с 90-летием, со дня образования поселка Индиго, всех поприветствовать. Главное достояние любого поселка – это дети. В этом году появились на свет два малыша. Поселок – как большая семья, радуются появлению каждого. Вы только не болейте! С таким призывом обращается к своим односельчанам уважаемый человек Назаренко Нина Петровна. 45 лет она отработала в Индикской участковой больнице. На благо всех жителей села. Ей, как никому другому, хорошо известно, что самое главное в нашей жизни – это здоровье. Односельчанам, в первую очередь, я желаю здоровья, здоровья и здоровья. Потому что в наши нелёгкие времена, когда и с лекарствами трудно, когда и с оказанием медицинской помощи ввиду отсутствия дорог трудно, я всегда говорю – вы только не болейте! Только не болейте! Сегодня посёлок активно и успешно развивается. Только за 2015 год введена в эксплуатацию новая линия электропередач. Начал работу многофункциональный центр, который пользуется огромным спросом у населения. Произведён ремонт аэровокзала. Окончены работы по капитальному ремонту достопримечательностей села подвесного моста через реку Щелиха. В то же время закончено строительство часовни, которую строили общими усилиями все индикчане. Продолжается строительство школы на 150 мест, где будут обучаться и ребята из посёлка Выучейский. По окружной программе местное население строят себе индивидуальные жилые дома. Это очень здорово. Новый виток развития посёлок получится строительством глубоководного незамерзающего порта в бухте Индига. Он позволит обеспечить движение по Северному морскому пути, подстроить завод СПГ и дать развитие инфраструктуры для транспортировки сырья с месторождений. Возведение перезагрузочного комплекса уже внесено в программу социально-экономического развития арктической зоны России до 2020 года. Елена Семёнычева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В Нарьинмаре поздравили молодую и активную часть населения региона. На главной площади города прошёл концерт ко Дню молодёжи. На сцене ребята показали свои достижения и успехи. 27 июня в России отмечают День молодёжи. Праздник был утверждён в 1993 году, когда молодое поколение нового государства нуждалось в поддержке. Сегодня молодёжи оказывается поддержка для всестороннего развития. В каком направлении двигается молодёжь Ненецкого округа, наши корреспонденты увидели на площади Мораций. Концерт на главной площади города – как демонстрация талантов. Самая активная и восприимчивая часть населения полностью оправдывает свой статус. С каждым годом те, кому больше 14 и меньше 30 осваивают новые виды искусства и творчества. И есть уже немалые успехи. Так, танцевальный коллектив «Шоу Тайм» представил регион на международном чемпионате по хип-хопу. А сборная округа по КВН выступила наравне с командами из Белгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростовской области и Донецка на Слобожанской лиге КВН. Молодёжь из Оксина делает ставку на здоровый образ жизни. Для праздника она подготовила антитабачную акцию – курить немодно, дыши свободно. Взамен на сломанную сигарету организаторы угощали сладкими призами. Сами оксинчане ведут здоровый образ жизни и не представляют её без спорта. У нас сейчас открыт спортзал, ещё, правда, не на полный рабочий день, но всё-таки он уже функционирует. И у нас очень много молодёжи, школьников, взрослых людей, очень много туда ходят, проводят свой досуг там. Они играют в волейбол. Сегодня, вот когда мы уехали, кстати, проходил турнир по волейболу. Поэтому у нас здоровый образ жизни очень присоединяется к этому. Кстати, о здоровье в этот день думала не только молодёжь из Оксина. В мобильном пункте отделения профилактики Ненецкой окружной больницы можно было проверить кровь на ВИЧ-инфекцию. Медсёстры передвижного пункта одного за другим принимали гостей праздника. А заведующий отделением поздравлял виновников торжества. Я желаю молодёжи в округе и гостям Бабермара быть всегда оптимистами, смотреть на жизнь с улыбкой, радостью, а не уходить в умение, жить с оптимизмом будущим. Всем любви, здоровья, счастья! Три, два, один, запускаем! Ура, подписчики! Валентина Чибичик, Антон Водряков, телеканал «Север». Одни из самых активных представителей молодёжи округа отправились на образовательный форум «Ладога». На берегу Финского залива в кругу единомышленников со всего северо-запада они проведут около недели. Какая программа ждёт молодых избирателей, волонтёров и патриотов, мы узнали из уст участников. Больше недели всей семьёй на побережье Финского залива. Семья Боярских прибыла на форум в полном составе. Молодая мама Анастасия с сыновьями Денисом и Женей и папой. Такое приглашение семья получила неспроста. 2016 год в Ленинградской области объявлен годом семьи. У нас два мальчика, Женя и Денис. На данный момент они здесь больше, конечно, уже играют. За ними смотрит папа, так как я больше времени провожу на тренингах. Им здесь нравится. Им интересно то, что здесь другая немного природа. Им интересно, что здесь очень много людей, которые что-то делают, веселятся, работают. Очень нам, конечно, не хватает детской комнаты, чтобы можно было их там оставить на некоторое время, чтобы папа тоже мог посетить вместе со мной тренинги. Но этот вопрос нам обещали решить с завтрашнего дня и комнату предоставить с первой половины дня хотя бы, чтобы дети могли заняться именно поиграть игрушками детскими, а не только на улице быть. Помимо общения, подобные площадки предоставляют удивительную возможность к самореализации. Так, в этом году на форуме открыты шесть площадок. Молодежное самоуправление, молодые профессионалы, медиатворчество, волонтеры Победы, молодежное самоуправление и добровольчество. Для каждой из площадок предусмотрен комплекс образовательных мероприятий, мастер-классов, выставок, семинаров и лекций. Одно из событий форума – День регионов, который посетят губернаторы северо-западных субъектов. Главы регионов обсудят с молодежью актуальные вопросы социально-экономической и общественной политической жизни северо-запада и России. Завтра у нас предстоит очень важный день, завтра День регионов. Ждем, в том числе и нашего губернатора Игоря Викторовича Кошина. Подготовили выступление. Вроде как сегодня была репетиция, проходило, сказали, что выступление у нас довольно-таки неплохое, и, возможно, мы будем открывать, собственно, вечер торжественный. 30 июня участников ждет защита проектов. На реализацию самых актуальных и социально значимых проектов Росмолодежь выделяет средства. Ждет защита проектов и участников из Ненинского округа. Как рассказали участники, они направлены на поддержку молодежи нашего региона, добровольчества и молодежных субкультур. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова